Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных мы с вами снова в строю и продолжаем следить за фундаментальным фоном и основными событиями, которые нам заготовил рынок. Очень надеюсь и рассчитываю на то, что вы не растеряли позитивное и бодрое настроение за субботу и воскресенье, сохранили его, потому что правильный настрой это одна из составляющих успеха в отношении любого, скажем, торгуемого инструмента. То есть, если с соответствующим настроением хорошим, все-таки возвращаться к спекуляциям, пусть и даже на каждодневной основе, я уверен, что это будет очень хорошим залогом профитных и перспективных выгодных сделок. Наша задача с вами сводится к тому, чтобы не терять, не упускать основные события, которые влияют на поведение инструментов. Мы, собственно, делаем, стараемся, по крайней мере, делать это из месяца в месяц, из года в год. Начнем мы, как и всегда, сегодня с оценки ситуации на рынке нефти. Не забывайте также, что помимо текущей встречи в формате брифинга сегодня мы с вами увидимся еще и на вебинаре в 16.30 по московскому времени. Традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разбираем основные макроэкономические события прошлой недели. Смотрим, как в конечном счете они повлияли на поведение инструментов и имеют ли они потенциал для того, чтобы сохранить свое воздействие на торгуемые активы. И дальше ставим среднесрочные цели и обозначаем те события, которые ни в коем случае не нужно упустить в ходе этой недели. Признаю тот факт, что прошлая пятидневка оказалась весьма насыщенной на события. Может быть, даже такой новостной фон нас немного избаловал, потому что практически каждый день мы видели серьезный инфоповод, который старались отыграть. Но вот единственное, что реакция, опять же, не совсем та, на которую мы с вами рассчитывали. В ходе этой недели событий будет куда меньше, но рынок уже также позволяет нам, используя наш опыт, говорить и делать выводы о том, что может показать очень интересные движения, даже без какой-либо серьезной фундаментальной подоплеки. Уже потом, после того, как эти движения происходят, мы стараемся оценить фундамент и объяснить, с чем это было связано. Ну, давайте тогда перейдем к нашему традиционному набору инструментов. Начнем мы с нефти. Нефть по-прежнему располагает к тому, чтобы этот инструмент продавать, потому что новостная картина ничуть не меняется. Клосс заключительной сессии прошлой недели 51.75. Сейчас актив торгуется с понижением. Сегодня мы видели открытие с ГЭПом 51.42. Причина открытия с ГЭПом возможно продолжение реакции на факт публикации данных по количеству, опять же, нефтяных терминалов в Соединенных Штатах Америки. Это классический отчет Baker Hughes, который выходит каждую пятницу. Мы сейчас пристально следим за этим фундаментом, этой статистикой. Ну, во-первых, потому что для рынка нефти, в принципе, не так уж и много регулярных стат данных. Но, во-вторых, мы уже давно пришли к выводу, что Соединенные Штаты Америки – это регион, который остается основной угрозой для стабильности ценовой конъюнктуры и основным поддерживающим регионом для наших продажных идей. Потому что США увеличивают производство. Мы видим это в цифрах, в статистике каждую неделю. И пятница готовит нас, фактически, к отчету, который будет публикован в следующую среду, где, помимо запасов нефти США, мы будем еще оценивать актуальные, фактически, цифры по добыче нефти. Количество буровых – 631 штука, сейчас плюс 14 за неделю. Это даже лучше, чем наши сверхоптимистичные ожидания. Мы планировали увидеть прирост на 10, по факту плюс 14, рост 617. Я думаю, то, что прирост этой недели, прошлой, позапрошлых, уже в целом может прибавить к текущему объему добычи еще несколько десятков тысяч баррелей в сутки. Последняя цифра, о которой мы с вами говорили по добыче – это 9,05. Соответственно, планомерно идем на более высокие значения и говорим о том, что в ближайшее время администрация аналитической информации снова скорректирует свои планы и прогнозы по объему производства США. Прошлое у них установка такая целевая – это увидеть цифру 9, по-моему, 3 с небольшим. В данном случае, я думаю, что к концу этого года мы перевалим за отметку 9,4 миллиона баррелей в сутки и будем претендовать уже на то, чтобы увидеть цифры свыше 10 миллионов в 2018 году. Да, длительная перспектива ожиданий, но все-таки цифры есть цифры. Они возвращают, опять же, нас к прежней идее того, что на рынке по-прежнему нефти очень много. Из позитивных факторов в комментарии министра Саудовской Аравии о том, что соглашение может быть продлено, произойти это может на майской встрече в Вене, допускалось. Это, конечно же, в качестве позитива. Но я также напоминаю вам про последние цифры по добыче в Саудовской Аравии, которые указали на то, что объем производства вырос больше, чем на 200 тысяч за месяц. И сейчас снова превосходит планку в 10 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия явно недовольна тем, как соблюдают условия сделки прочие регионы текущего соглашения. Поэтому, если будут какие-то предпосылки для продления этого соглашения, обсуждение процесса согласования будет очень долгим. И, разумеется, позволит нам еще неоднократно вернуться к этой теме. Я надеюсь, с точки зрения усиления нашего с вами представления о том, что этот инструмент будет дальше снижаться. Позитивных факторов, долгосрочных, которые могут вернуть Brent выше 55 долларов за баррель и, соответственно, нацелить его на сопротивление 60 долларов, я сейчас не вижу. Надеюсь, что вы разделяете позицию, что коррекция, которая последовала в последнее время, она не просто так. Это не обычное снижение, не попытка, опять же, Буков собраться силами, чтобы нацелиться на более высокие ценовые значения. Это самый настоящий разворот. И сейчас, если мы уж и будем говорить о накоплении сил, только для того, чтобы усилить давление и отправить инструмент уж точно ниже 50 долларов за баррель. Я считаю, что это весьма важная психологическая планка. Пока Brent держится выше этого уровня, есть еще и, опять же, позитивное ожидание для тех трейдеров, которые торгуют сырьевыми инструментами, что ситуация улучшится и это скажется благоприятным образом на стоимости тех же самых активов, которые завязаны на сырье. Ну, в частности, по рублю у нас интересная картина. Сейчас 57.38, несмотря на все предпосылки и в целом затяжное, я думаю, мы можем говорить о ослаблении нефти за последние недели. Даже если и прошлая пятидневка оказалась не такой разгрузочной, как недели ранее, но все равно нефть снижается. А рубль 57.38 – это те же самые значения, которые мы с вами видели, когда Brent претендовала на тестирование 60 долларов за баррель. 57.38 – удивительно видеть этот уровень сейчас, учитывая, опять же, действия российских монетарных властей. Возможно, это, опять же, следствие какой-то отложенной реакции временного лага. Единственное, что только так могу объяснить. Я не вижу предпосылок для, опять же, позитива с точки зрения состояния российской экономики, потому что картина в целом не улучшилась. Мы не говорим о возможности снятия финансово-экономических санкций для российской экономики. Это вопрос по-прежнему в подвешенном состоянии. И если уж и обозначать сейчас радужные перспективы, то уж, скорее всего, точно не на этот год. Поэтому негатив я продолжаю закладывать в динамику рубля и все-таки считаю то, что куда более вероятно сейчас ждать ослабления этого инструмента против доллара до 60 ровно. Доллар японская иена. Как мы с вами и предполагали, краткосрочная динамика снижения американца остается доминирующей. Доллар снижается вдоль всего спектра финансовых инструментов и этим пользуются рисковые активы. Доллар валится прежде всего из-за снижения доходности тренджерис и того, что индекс доллара также проседает. В частности, если подводить итоги прошлой недели, то он коснулся ноябрьских минимумов. Сейчас уже вплотную подошел снова к юбилейной планке ровно в 100. В то же время, если оценивать фундаментальную картину и отчеты пятницы, это промышленное производство, в целом нулевая отметка. Это, конечно же, не рост, но и согласитесь, это и не падение, которое мы видели месяцем ранее, когда промпроизводство сократилось на минус 0,1%. Мичиганский индекс снова вырос с 97,6,96 и 3. Здесь вывод нужно сделать следующий, то что индекс настроений находится на очень высоком уровне. Это отражает оптимизм и хорошее состояние домохозяйств. И может быть даже определенным залогом успеха для будущих показателей потребительской активности. Я по-прежнему не оставляю надежд увидеть очень хорошие цифры по итогам первого квартала 2017 года по ВВП в рамках США, что будет непременно воспринято в качестве еще одного подтверждающего наличие прогресса для всей экономики и стимулирующего ФРС на сохранение прежнего подхода к политике ужесточения. То есть мы с вами дождались на прошлой неделе решения по повышению процентной ставки. И самое важное, что мы получили довольно жесткое свидетельство от того, что комментарий, риторику, что американский регулятор пока не будет сворачиваться с этого пути, то есть готовит нас к еще двум повышениям процентной ставки. Если вы забыли, я хочу вам напомнить прямую формулировку Джанет Йеллин, которая подтвердила, что два повышения процентной ставки как уместно, так и полностью соответствует постепенности, которая ей была обозначена ранее. Никаких мягких комментариев мы не услышали. ФРС подтверждает факт роста инфляции. Остается адаптивным в отношении этого индикатора. И чтобы не допустить, опять же, перегрева экономики, что вполне возможно, ведь риски выхода общего индекса потребительских цен за пределы цели может оказать исключительно негативное воздействие на экономику через замедление потребительской активности. А самый лучший инструмент бороться с высокой инфляцией, это, по крайней мере, если уж не активно повышать процентные ставки, то обещать рынку, что это неизбежное решение, которое можно получить и увидеть по факту последующих заседаний. То есть, эта риторика сохраняется, поэтому в отношении доллара, как я и раньше говорил, фундамент не изменился. Долгосрочно мы должны рассматривать этот актив с точки зрения покупок, но вот как косрочно, пока рыночное настроение свидетельствует о том, что мы можем добраться до уровня поддержки, который уже неоднократно видели. Это зона коридора проторговки, которая длится с начала этого года. Сейчас котировки по USDY на 112.52 я по-прежнему считаю, что давление на американцев сейчас может сохраниться, и мы можем отойти также в поддержке 112. Как только это случится, мы непременно снова вернемся к перспективам доллара. Я надеюсь, что в этот момент у меня будут уже какие-то аргументы стоящие, которыми можно будет оправдать последующие покупки и даже в краткосрочной перспективе. Из важных событий этой недели очень много комментариев американских представителей ФРС. Сейчас они для нас должны быть вдвойне интересны, потому что нужно четко понимать, какую позицию разделяют голосующие члены. И считают ли они также, что американская экономика по-прежнему находится на подъеме и готова к тому, чтобы и дальше действовать в рамках ключа нормализации денежно-кредитной политики. Помимо этого, сегодня, точнее даже не сегодня, а в ночь с понедельника на вторник, по 2.30, ну разумеется, это реалии американского времени, выступление Дональда Трампа. Я надеюсь, что в каком-то формате, может быть, он вернется все-таки к стимулирующим реформам, которые были обещаны, и перестанет травить байки об исключительности протекционизма, который должен быть основным вектором сейчас американской политики. Но пока, к сожалению, мы слышим только об этих рисках. Что скажет интересного Трампа, будет ясно уже завтра. Я думаю, что к 9.30 по московскому времени завтрашнего утра у меня будет уже информация, поэтому я с вами с удовольствием ей поделюсь. И в этот четверг еще нас ждет выступление Джанет Йерен. Послушаем основу о ее представлениях о векторе и перспективах денежно-кредитной политики. Ну, полагаю, что все, что нам нужно было, мы услышали уже на прошлой неделе, то, что политика остается жесткой. Евро получило поддержку от комментариев члена управляющего совета Ивальда Навотной, который отметил то, что ЕЦБ может выйти из экономических стимулов и поднять ставку по депозитам. Но я больше доверяю Драги. Драги такой вероятности не анонсировал и вообще отмечал то, что ЕЦБ даже не обсуждал возможности прекращения вот этих беспрецедентных стимулов, поскольку они по-прежнему необходимы для региона, который остается слабым. По евро я сейчас могу только оправдать рост этого инструмента слабостью доллара, но ни в коем случае не национальной фундаментальной картины. Как только доллар у нас оклемается и вернется к росту, мы, соответственно, будем говорить уже об ослаблении прочих рисковых инструментов. Фунт остается одним из основных активов, на которые мы сейчас должны, может быть, следить и обращать внимание наибольшим образом, поскольку в отношении других инструментов и, соответственно, валютных активов все более-менее ясно в отношении британца. Мы с вами ждем инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора. В пятницу Тереза Мэй сообщила о том, что эта статья будет введена в действие в ближайшие две недели. Ну, в принципе, это может произойти даже и на этой неделе. Когда точно, неизвестно. Но хронологии событий парламент одобрил законопроект, этот законопроект также одобрила и Елизавета II. Поэтому сейчас у Терезы Мэй есть все полномочия, чтобы пойти на этот шаг долгожданной автономии Англии. Каким образом отреагирует британская валюта, это покажет время. Но, как я уже отметил на прошлой неделе, я нахожусь снова в сделке сел по фунту и надеюсь, что это правильное направление с учетом ожидания столь важного события, как 50-я статья Лиссабонского договора. Кроме того, у нас завтра еще данные по инфляции в рамках Англии. Я надеюсь, что очередной рост индекса потребительских цен снова напомнит трейдерам, почему есть риск увидеть более слабые показатели по ВВП. И напомнит, чем чревата высокая инфляция для потребительской активности и динамики, собственно, роничных продаж. Поэтому, даже исходя из статистики ожидаемой, я сейчас предпочитаю все-таки ставить на сел этого актива против всех основных инструментов. USDCAD. Видимо, чтобы снова уйти выше сопротивления 1.3350, канадец решил дождаться, когда же бренд пробьет поддержку 50 долларов за баррель. Возможно, этот сакральный уровень является значимым и для российской валюты. Поэтому я предлагаю визуализировать то, что это может произойти в ближайшие дни. И в случае тестирования этой планки мы снова будем говорить об ослаблении селевых активов и, в частности, движение пары USDCAD выше отметки 1.3350. Цель прежняя. Мы ждем еще одно очередное тестирование сопротивления 1.35. Я надеюсь, что эта сделка будет еще одной профитной по этому тандему валютных активов. Австралиец. Сейчас котировки 0.7720. Завтра у нас с утра сопроводительное заявление. Резервная банка Австралии. Протоколы последнего заседания. Я надеюсь, что эти протоколы все-таки смогут вернуть на рынок идею того, что австралиец по-прежнему слишком дорого стоит. И текущее значение, как и всегда отмечал 0.77, вообще, мне кажется, для австралийцев слишком крутовато. Это, конечно же, уровень, где можно присматриваться к продажам. Также надеюсь, что именно это вы и сделали. Из важных событий сегодняшнего дня в 20.10 выступления представителя американского регулятора Эванса. Послушаем его позицию. Завтра уже разберем именно непосредственно саму риторику. И, как я уже отметил, если есть возможность последить, опять же, за динамикой доллара, нужно будет это обязательно сделать в ночь с понедельника на вторник по факту выступления Дональда Трампа. Собственно, на этом все, друзья. Хорошая вам торговая сессия, прибыльных сделок. Обязательно, как и всегда, контролируйте риски. Не забывайте о том, что если у вас есть вопросы, какой-то актив я все-таки упустил, вы можете написать об этом на нашем канале на YouTube, спросить то, что вас интересует. Я попробую ответить. А также подписывайтесь на канал, те, кто этого еще не сделал. Ну и, конечно же, не забывайте про то, что нужно ставить лайки. Я буду вам за это искренне благодарен и признателен. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.